знаете у нас живем и себя никому не мешает вот такие вещи страшные как-то пропускаем значит уливье утонула одномоментно десятки тысяч человек из-за наводнения то есть вода поднялась на много метров ну помните я говорю каждого ребенка научите хотя бы плавать в ливии это пустынях кто из вас не знает то что это случилось это звонок впереди это казаклизма по всей планете были будут еще и с каждым годом нарастать надо к этому готовиться так вот это яркий пример десятки тысяч человек утонуло одномоментно вот что нас ждет я не знаю еще вот но я призываю жителей крупных городов мегаполисов вот что однажды у вас есть и даже зимой остатись без электричества без отопления вы сбежите из этого замерзшего злобетонной коробки сбежите сами вопрос куда вы побежите где вы будете это и кому вы будете нужны вот когда большая катаклизм рассчитывать можно только на себя чернобыль это показал просто показал и авария на сцену шушенской лес страшная авария вот показала что спасайся сам никому-то на хрен не нужен поэтому я призываю не всех у кого есть такая возможность подумайте отмените лишнюю поездку в турцию вот поете по сибири самых глухих местах где очень дешевые дома оставшиеся чуть ли не с царских времен вот доживает свой век 10-20 соток а повезет и по и 30 и 40 соток вот купить этот домик и можете жить дальше в своем мегаполисе но этот домик должен быть у каждого обычно это дача да не будет отопления там до дача есть еще запас дров на зиму можно пережить и так я имею ввиду ради детей впереди страшные времена больше так как мы жили мы жить не будем никогда вот это мой совет идем дальше значит смотрите значит это фотография сделана в еврейской автономной республике как она не да я не нашел фотографию лет 15-20 назад один из первых моих учеников вот взял и взял и купил у меня то ли саженец то ли косточки то ли черепи ничего не понял писал фотографию плодоносящего абрикоса прошли годы и уже валерий хрустарев вот больше не помню вот это его фотографии делал с его с экрана то есть он мне прислал ролик прислал его сын помните моего отца вы еще бы не помнить один из первых у кого получилось именно с персиками у меня есть фотография который писал она такая еще бумажная не на экране бумажный вот вот прошли годы вот это школа вот это учеба вот просто я не мог не мог я счастлив был потому что вот видели под одним из этих комментарий под одним из моих фильмов что передает привет валерий хрустарев и вот на тебе не ожидал приходит ролик его сын пишет батя мол до сих пор у него телефон деревянный деревянка вот его сын взял прислал мне такой привет я счастлив валера я счастлив это значит что я жизнь прожил не зря а вот это вот вчера поверьте я сменил тему она ничем не отличается от той потому почему виноград шикарный виноград я это это было вчера я на как называется скажу фестивале поселок майна ботанический сад новой совершенно с иголочки а деревья старые там такие шикарные эти деревья с тех пор это и я это мне дали микрофон я рассказал от людей которых нет с нами а потом сказал а вот еще живые томсеры калин сан петрович вот мы живые вот я к нему подхожу а он выставку устроил вы понимаете какие люди у нас вы понимаете где мы живем вот сейчас сибирь то надо развивать сюда ведь нельзя все говорят что это ну где-то опять же 40 но в основном то теплее вот климат теплеет и вот я хочу сказать что это фестиваль я сказал выступил меня аплодировали там не слушала я был с микрофоном меня специально сказали константин и скажи речь я сказал организаторы ну там еще в авторитете а телевидение за 5 минут до этого это мой бич свернулась и улетели подождите может еще пару минут поснимать нет мы не можем и уехали но услышала меня сто человек а надо было чтоб сто тысяч услышала я по себе рассказывал нет я пары калини бы рассказал вот у меня в руках был список я огласил весь список самых главных садоводов россии которые обошли науку ну кто до 50 до 100 до 100 вы представляете в сибири виноград вкуснее нет природе вы спросите у меня киршунская область береславский район там такие виноградники там самые сладкие арбузы самый сладкий виноград какой можете представить а у петровича не хуже и два гектара а я бы сейчас бы отнял бы у него эти два гектара и сказал мне не мелочись какие два гектара мы тебя вызываем москву вот там разворачивать чтобы таких гектаров было не 2 до 1 до 2 миллиона в россии вот с таким виноградом наболела ребят знакомьтесь еще раз с моей ученицы с моей дочкой с моей любимой как его назвать то уже не знаю уже все эпитеты вот экскурсия в саду крутовского молодой ученый садовод аспирантка сибирского госуниверситета науки и технологии имени решетникова елена савинич пригласила ботанический сад имени крутовского молодых ученых краснодарского гражданского университета и провела там искусстве среди экскурсантов андрея широко кандидатчик в хост наук ну и так далее вот она видите вот красным этом красном одежде вот это здорово и то же самое что река что она это совесть это уровень российский это уровень государстве этим людям надо самая мало дать университета это сунгалью себе как это сделать чтобы они могли двигать науку вперед чтобы он учил не это его здесь вот когда у меня было 15 человек и он приехал ко мне по моему приглашению и прочитал кур лекцию 15 человек ну и что это масштаб а по ночам дежурил в этом сторожем работал это масштаб ребята наболел извините смотрим сюда железо а вот это наши гости кажется минусинск вот она покупает саженцы и показывает ваши яблочки вот так а вот это говорит ваши яблочки а я прям с экрана фотографирую а вот это ваши яблочки усея не бывает фильм видели без обмена уж это так каждом саду должно быть давно у нас она уже лет 40 50 это жмела вот а вот вокруг пустота как это могло случиться кто это все двигается но я скажу ребята кто несет вы может некому перед наукой поднять садоводство целом никто вопрос не поставил если бы так кто-то грохнул бы кулаком поставьте задачу они тут же все с ближайших университетами судов краснодарск были будут уже в урыхали и уже льзова сергея вот у него но заработает за этих а дальше что это много мы сама так идем дальше ну вот моя внучка валерия железова вот я просто показываю подряд чтобы упалили таких внучек по стране должно быть миллионы в садах именно в садах и в нем я еще с этим поделать его до отработали на заработали деньги настоящие деньги заработали вот а телефоны все равно вот это страшно еще поделать его китая государственная программа там их не увидите ребенка с этим телефоном с газета просто не увидите вот а наши дуреют отними у нее телефон главный враг но это это последние персики у меня вот и самый крупный вот эти но это знать почему на улице теплица фотографировал теплица 6 сентября теплица не раньше поспевает им крупнее вот это уже сад тернобаева продолжение моего сада сад дублер вот я специально сфотографировал своего внука вот это персик мы так долго восхищались удивлялись ну как удивлялись я прошу прощения дружище я вебинар провожу перенесное воскресенье не удастся поговорить алё алё ладно надеюсь не обидится так идем дальше вот это самый крупный персик был сенца и у меня он заставлял делать фотографии где где вот этот с привитых два раза меньше получились но он был единственным было одно дерево на котором всего один плот был вот и он оказалось что вот это вот сенец уже способен давать такие я честно возвращаюсь в свою же теорию что когда-то они и были такими и даже крупнее просто сотни поколений ворачивали или сами падали косики прорастали или люди уже садились сознательно косточками а еще они двигались на север он же не зря называется хасанский не зря это же уже все таки не в Китае и получилось так что они приспосабывались уменьшались но при первой же возможности опять увеличиваться сад чемнобаева с одной стороны река зажат другой стороны девятиэтажный дом и дом глинеет как печка с одной стороны и вещь к другой вот и там не бывает сорок градусов морозов вернее давно уже не было стоило только и начинает увеличиваться это просто я говорю вот теперь немножко я хотел сказать что почему я не буду заниматься с вами учебой поворачиванию за один сезон я бы потому что это невозможно это просто напоминает вот нашлась лево первая фотография еще черно-белый как ну то есть я перефотографировал ее с этого в общем мой почерк слива ника вот она натуральная такая как она стала розовая мы до сих пор гадаем я уже докопался до предела до этого волшебника я ему говорю как почему вы поразовели он сам прекрасно знает что у меня не было ни одно розового плота то есть и 20 лет назад тем более 20 лет назад и вдруг выясняется я не хотел мне надоело это портсель сливого я взял привел наприклад еще на байт ну хорошо не замерзл байт он уже стал просим на ноги в Сибири у него уже морозок и снова родился вот и все равно я теперь знаете как если бы я дружил бы с наукой а наука бы дружила со мной я хочу правду я хочу чтобы моя мечта была чтобы мигративная гибридация это пока еще мечта причем много к примеру но в чем она заключается вот если это мигративный гибрид с этого получилось вот это так если то тогда вырастив косточку мы опять должны по законам или три из четырех или одну из четырех получить вот такую кто этим займется если науки вот это его даже дореволюционно это надо после революции сколько этих гробов металл сколько людей потеряла работу потеряла должности авторитет и даже жизнь свободу чтобы вот это вот доказывать вот это доказывать доказать сейчас никому не надо взял этот человек всего такой чуть не сказал какой лицо и совершил чудо не было у меня этих венгерок розовки все и что дальше а правда никто не хочет знать а а правда то там и заключается что разумновидовая эти гибриды причем вегетативные гибриды поняли вегетативные вот они должны дать сочетание морозостойкости и вкуса мы к этому идем мы к этому пришли я еще раз это тот кто увидел у меня вот этот самый кто-то видел у меня вот этот самый вот это самый вот это самый фото галерею какие еще убеждения надо что не сорт вернее что не этот гибрид вегетативный никогда не было этого никогда в сибири не было и выписывая скромные ассорта и это никого не убеждает а почему я так говорю меня слышится ли он савельевич вот сейчас она через живот станет надеюсь станет этим кандидатом наук вот ее позовут в москву скажут что-то там засиделась сибири нам такие кадры нужны посмотрим ну а теперь я кое-что пропускаю да это та самая девочка девушка женщина которая очень нужно заработать на саженство особенность это у нее еще раз говорю если у нее это 15 штук осталось шелковиц а качество шелковица уже знаете по плодам по морозостойкости обращайте забирайте депутат шелковиц хоть приезжайте за ними хоть тысячу рублей в сухо хоть посылках вот вот они видели чем плохие а в фотографии делал вчера так вопросы будут сейчас у меня под рукой телефона не оказал они уже долго что ли я обязан это сделать поверьте мне друзья это не шутки вот пусть пока единицы на спасение сейчас я ваш телефон продиктую продиктую кто-то меня что-то написал так надо теперь тут уже после открытия на мой вот эти выступления но не могу и отвлекаться так ищу дочку юлю дочку юлю дочку юлю дочку юлю дочку юлю дочку юлю вот она у меня восемь девятьсот восемьдесят три двести семьдесят один тридцать семь шестьдесят восемь вот вот налетай подешевела уникальные вещи пока это штучные изделия больше нигде никогда не купить и там дальше я боюсь забуду ниже будет письмо я до него дойду нет я уже больше не дойду два света осталось значит там было вопрос задан так причем я его не это не совершенно не просил чтобы он мне именно так задал значит а вопрос был задан так значит соотношение деревьев мужских и женских что по его может его опыт может он начитанный мужских гораздо больше чем женские отсюда и проблемы но дело в том что я отвечаю ему пока коротко будет время поподробнее фотографии найду разное вот и как укоренять найду а пока так пока так значит раз он говорит о мужских и женских значит он говорил о деревьях которые выращены были из семян я несколько вырастил сам размер плодов посмотрите на ноготь на мизинцы и еще несколько обнаружил в нашей округе кто-то еще пытался и опять из семечки и опять размер плодов примерно как размер площадь мизинца ногти на мизинце это раз а это укорененное если у меня прекрасное дерево и оно а это самое его взял в работу и добился большого успеха Алексей Алексеевич Терябинска да вот и подтвердит и получил плоды и присылал фотографии плоды на тарелки все путем а это уже качественное но главное то что сказать это женское дерево и откуда взял плоды мужского дерева нет кто опылил а никто не опылил вот если бы я был волтыном Алексейка бы научился их зимой укоренять и наукоренял бы десять сто ни одного плода а у него все с плодами поняли да вот я ответил человеку и последние пятнадцать забирайте вот повторяю налетая подешевел они должны первые экземпляры это штучные изделия на всей планете я если я что-то делаю это самое-самое это первые экземпляры кроме Алексейка кроме того что вырастет Алексейка это Латинкова вдова Галя Латинкова вдова Юлия вот выдающего садовода это челяночка вот вот это штучное изделие стоят они должны ой-ой-ой-ой боюсь назвать а вот тысячи рублей я не боюсь назвать больше пропиваю так теперь мне это за мной абрикос Филиппио поздний привитый весной прошлого года на манджуриц выше меня природа больше метра Валерий Васильевич все реки брал у вас вот здорово да хотя это еще не все Сергей Латин Баскель казалось бы все да там опять Латин тоже нагрузь потерял вы представляете я потом как покажу ой как они калечат даже персики ой как калечат вот тут вот же наша школа вот это ну я за этот снимок это ну не знаю как я его благодарен ну ну есть же еще нормальные люди ну а тебе писать себе на метр все обкорнать а выпустить все эти грязники как было всегда кто-то специально заставил смотреть чтобы люди там на своем канале не ворочили голову чтобы не учили метр отряда снизу сверху сделать чашу то есть вырезать вот это вот все что вверх растет это называется чаши будет ну теперь сначала метр вырезаем снизу так это примерно половину кроны теперь вот эти центральную ветку вырезаем и все что останется это будет чаша но еще не все но они сильно длинные их надо каждый укоротить и теперь можно представить себе вот целых нет художника среди нас который вот так вот взял нарисовал вот уже без этих нижних веток без центральных веток они вырезаются и укороченные все боковые вот эти остатки вот спасибо Оф Сергей как ты мне помог нам всем праздник на душе дальше он пишет Все персик Хасанский постепенно начинаю пригибать ветки готовлю к Зиме за лето просто два с половиной метров а тебя бы заставили бы все поотрезать чертовой матери сделать десятки ран половину подсев или как это сам лапником а потом как делается тема эту пропускаю это опять пропускаю хотя это важнейшая тема почему мне надо ваши хотя бы начать писем ответить вот это пропускаю 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 даже вот это пропускаю и вот это пропускаю за дебильные эти советы из интернета вот представляете людей заставить каждый год вот эту работу делать каждый год уму не почти жива вот эти вот за что меня газета журнал представить на хозяйство ненавидят их высмеял за вот эти вот покрышки резиновые вот такую подлость сотворили миллионы людей начали покрышки брать садить деревья покрышки покрышки красить вот ображение помните выкрасить да выбросить миллионы деревьев уничтожили одна статья миллионы деревьев если я их видел десятки вхожу по городу а что во всей стране делается так теперь следующее письмо еще у нас маленькое время есть это тоже важно а вот это кстати вы имеют прямое отношение к нашей работе с чего мы начали первый раз первый класс начали с абрикосов правильно ли я понял получаем семена перекладываем в сухие сыгранные банки добавляем с крышечками покрыты храню холодильники в сухом виде потом этих банках перекладываю погреб можете в холодильнике остаться до конца вы можете погреб если они не лень когда в нем плюс 3 годится в середине февраля для абрикосов закладывается влажный песок запоминайте соотношение нормальность и песок который строительный используют для бетонирования всем к одному далее соотношение объема 1 7 далее для персиков таких когда абрикосов тут гораздо сложнее ребята с персиками можно пролететь дальше ну пока мы говорим про абрикосов в середине апреля сажаю на пологий холм холм холму рознь полсантиметра ну вот видите это уже моя школа до полсантиметра вот на расстоянии 30-40 но это будет зависеть того сколько у вас 10 косточек садите вы знаете когда достаете уже из погреба допустим репсированный или из холодильника ну после того когда два месяца пролежала в песке они вам покажу помните когда наклюнулись сразу на постоянное место не 30-40 а что такое постоянное место может быть метро через три может и погуще чтобы потом пролететь вот мы сегодня с Сергеем ходили я сегодня три абрикоса выпилил молодые три-четыре года все места нет все мешает друг другу дальше пишет вот это очень важно отсюда самое важное так про персики друг рад вам говорить осенью срезаю прямой счастье сеется и привая на подвой в марте весь у вас я же не знаю где вы как то а валерий кернов где вы живете ну вы мне выписали косточки но я не помню где вы живете раз вы пишете про март наверное южнее у нас в апреле приходится это дело я покажу фотографии даже по снегу но в апреле так закачивать мая но это потому что много привать теперь осенью срезаю как он пишет прямой связайте и половину оставляю вы это оставляйте вот допустим жалко я понимаю прекрасно растет культурный саженец а он допустим метр полтора а вам нужно прямой самый ценный а он берется с нижней части заключением последних пяти шести семи посек вот отсюда уже идут вот это мы проходили один расследует второй мы расследует третьим расследует а мы все еще ну а дальше приводь как можно ниже наша песня хороша пока вы все нигде не соврали все правильно но не все вот это моя фотография она сделала в суду я делал специальные учебные мне и так все достаточно ждать вот трехлетняя сельцевые абрикосики они за плохо себя чувствуют земля так получилось или не стоит почти чистая глина вот но что я убедился брал косточки с абрикосов 100 граммов среди косточки крупные даже огромные и что получилось явно что вот эти два их уже нету сегодня были спереды все все жизнь штука жестокая сказал ешь слезая сапожные щетки так вот они уже а у них шансов какие что дадут культурные выясняю 0 то есть его брать черенки на кривку дохлый номер вот они вынестежены а вот это вполне согласитесь это культурный абрикос получился вот с него веточки взяли и получается если вы уже не обращайтесь ко мне а если завтра извините помру вот и не буду высылать вы пол дела сделали по двое выросли вот как у сергея вот так вот ух все это выросло и у вас все прекрасно как вы расписали да вот три сорок сантиметров привать на них надо что будете привать получается уже не сеются вырослых абрикосов там все равно они не вырастут за 40 грамм 30 40 25 даже некоторые вот как это будет 20 а вам нужно чтобы было гораздо больше тогда получается вы должны если вы смотрите в даль не только чтобы вырастить сто или тысячу и продать зарабатывать 100 тысяч или так полмиллиона вот причем быстро за один-два сезона то вы по крайней мере должны параллельно у меня закупить пока они есть то что я называю супер абрикосы супер это плоды были от 100 и больше грамм я четыре пальца загибаю военно-осенние позднее филиппио значит супер серапин и супер железного супер абрикос 4 еще у меня есть от пианиста но там знаете как там другие другие принципы и так эти посадили параллельно сердцами вот с них то когда вы увидели что они явно в дикаря другие явно культурный что работает правильный законами до работы школе надо было проходить ребят хорошо что я это до 1 сентября прочитывал все учебники так каждый год поэтому и помню этот закон школе программы и вот получается вот такого вы возьмете черенки так как я сюда попал вот этот момент я ответил на ваше письмо и если вот так вот получится вот не поленюсь высоко искать помните у меня на тарелочке поросшие были поросшие сразу на постоянное место спящие вот так по принципу темная лошадка что будет то будет так еще бы пару писем с уважением ирина вот ирина пишет очень хотелось бы быть кошки сада а вот 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 изолирована отмене культурных сортов так как планах перепривить свои подросшие абрикос ребята не могу я дубью минуты важнейшая тема ведь хочется же чтобы и культурный был и из косточки да если у меня не такие потом пропускают до следующего вот а знаете где он правильный червышку пианиста вот эта фотография сделала его саду а вот это уже обычный вопрос всех касается вопрос по сливам несколько сортов сливы которая заказала устойчиво плодожорка плодожорка сливого это бить наших слив вокруг было много запрошенных наших участков и она очень сильно расплодилась химии не хочется пользоваться кстати это и бесполезно конечно не надо тем более что бесполезно более-менее она не трогает слива на основе лучи типа сорта непоражаемая она же канадская хочется иметь венгерку слив моего детства значит если уже венгерка с этим как и плодожорка расплодилась вы ничем не поможете вы понимаете это так же как мне нравится пятый раз рассказывает это же анекдот а мы с крылатым выражением когда лорд обращается к своему слуге и говорит тварецкий закройте форточки я не собираюсь за свои деньги обогревать всю вселенную и вот когда кто-то меня понял не знаю смогли бы он если не закрыть вселенную обогреть но дело в том что когда вы в своем саду берете и много-много опрыскиваете все деревья ну показывать же эти специально показывать землю нужно мани заработать они берут такой балл а еще и еще и вот этот краскопульт а один так другое дерево бьет 5 метров все это вот и он думает что справился только деревья отравил а плодожорка справился до того день прошел дождь а далее савинься мне так понравился ваш пример все с которого общались профессионально вот сказал я опрыскиваю 32 раза в месяц вместе 30 дней а почему больше потому что дожди еще вы представляете а прорискал прошел дождь это в месяц то есть 30 дней 32 опрыскивания прошел дождь подождал пугодушку и снова пугодушку а самое главное он не понимает ничего вот она то понимает а он то нет она же пример не зря привела ужасный вот это значит что прошел дождь у нее крылья есть подожорка имеет крылья она по деревьям не лазит некоторые суперспециалисты так называют они говорят подожорка которая упала плодах я когда сувер я так хохотал там же этот она видела червяка виде гусеницы вот и вот где плод развалился расплылся сгнивает в ей того же не комфортно и дальше пишет и снова зала залазит я не могу я хоть и молод был но мне же интересно я даже хотел найти хоть одну извините нельзя все время серьезному это нельзя да я хоть бы одного найти муравя который у себя там в рюкзаке на спине они как-то тащит маму а мама крылья имеют которая должна рассадить ее по дереву чтобы потом когда она расплодится начать доить а то что для крылья имеют эти специалисты не знают они же ребята и то есть а также получилось с этой же плодожоркой вот что она когда отсидится дерево упала она несколько плодов оказывается за сезон портит залазя на дерево сколько я смотрел на эту ну подойду вот зрение позволяет еще очки с него и все вижу вот все наоборот в этих близоруких вот поднял вот листик поднял смотрел вот она откладывать яйца на моих глазах вот вот ее крыльяшки вот они крыльяшка она прилетела муравьев нету и помине нету ни одного муравя как же так ну кому это самый батон крошите я не знаю зачем вообще нужны с вашими знаниями и так плодожорка клинова это вот много заброшенных садов сильно расплодилась она расплодилась не потому что много заброшенных садов а потому что и у нее есть пища пища это плоды понимаете вы сколько есть только есть культурный сад пусть не заброшен заброшен роли не играть ей нужна пища сколько будет возможность вот столько она и будет жрать сколько ей дадут поняли химии не хочется портит я уже на ней убедил и не поможет теперь у меня в саду плодожорки нет она есть чуть-чуть у чернобаева я всегда говорю правду правду шайбу шайбу потому что я не могу иначе жить если я где-нибудь совру или промолчу а броню это та же ложь вот у меня я жить спокойно я потом буду себя жрать жрать а почему у нее есть у него теплее просто теплее сибирь это у меня а у него средняя полоса россии так вот сложилось город сгреет с одной стороны не замерзающими с другой стороны вот и получается что у него она есть и и никуда вы не денетесь с этим вот она еще находится в стадии о его этого то трава не посмотрел сегодня как я жалею у него побольше этих и деревьев побольше и урожай побольше вот от то трава надо было ну по крайней мере подтвердит он нет пока она твердая пока созревает так плодожорка еще не по зубам внедряется туда когда она достаточно сладкая когда она достаточно мягкая но еще на дереве а потом да начинается ее работа но может попортить часть урожая тут ничем не поможете опрыскали завтра прилетела новая толпа ура освободилось место опрыскали опять а потом подумайте где вот я допустим довольно заплодожорки где искать я на уже которые скрыли это у нее несколько поколений несколько летом 10 там усилий сделайте сегодня отравили в свое дерево отравили в общем вот как мог так и увидел у меня нет по одной причине вот потому что у меня холоднее она боится холода вот знаете морозовый сажает и эта часть насекомых где-то большую часть насекомых вот так вот так про шелковицы я рассказал сел семена под зиму выросло много сельцев теперь не знаю что делать почему потому что огромный процент давайте я это тоже пропущу наше время стекло последнее ладно извините друзья не успел мне надо было первый раз первый класс переживаю что мне антон скажет сафронов который в этих делах особенно вот этих вот больше собак съел 10 раз семья с подмосковья вы обрезку позднее весеннюю персиков делаете нет конечно я ранее все не делаю где посмотреть подробнее ну а как вы посмотрите я все не делаю вот помните вот это вот вот этот персик а проскочил проскочил ну хорошо ладно значит он был выше помните сергей значит это вот короче 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 проскочил все еще раз итак позднее весеннее дело ранее все не видела вот если коротко а то я хотел рассказать опыт украины там другие проблемы а попробую не сделать вот там персик это товар а у нас это в любительство так еще один вопрос может я про еще это следующий автор я правильно понимаю северный сад и сибирский сад сотрудничаю чудо да это же книга а новая тайна и дерево я объясняю человеку ну не успеваю вот сейчас только свеженько это письмо приходит я говорю отвечу на вебинар да северный сад а это книга является отдал меня на диске она является первая а рукописью выпущенного мной с курдюмом книги под названием сибирский сад это раз потом я так как она была очень спорная то есть нам приходилось искать компромиссы мы только морду не били 9 недель сам курдюмом вот и получалось так что я потом не мог успокоиться ведь чтобы вышла книга 10 экземпляров мне пришлось идти на компромисс вот потом компромисс сжёг меня сжёг 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 северный сад назвал его сибирский сад уже отдельная книга но уже под редакцией оценка а вот книга последняя вот она которая должна быть во всех библиотеках во всех университетах только она дает возможность я не наглый я смело говорю только она дает возможность любому студенту выраститься всё чего научили это называется смерть садам примеры приводил и буду приводить во всех учебниках смертельные обрезки во всех учебниках каторгный труд который вначале ослабляет дерево а потом начинается борьба за его выживание причём чем больше борется тем меньше она живёт вот она вот тут написано а новая книга деревьев вот видите вот эту фразу вот она и называется а новая тайна деревьев садоводство деревьев судьбой тайна плодовых деревьев вот а это другая видите там была написана одна а он спросил про другую а это совершенно новая книга 1500 рублей сегодня у меня товарищ один её заказал и мне понравилась его фраза я эту книгу изучу он не стал я говорю ну так давайте сразу косички думаю дошёл на этого самого наивного сейчас ему косички посуду ага нет я на себе книгу изучу но я по крайней мере тогда больше денег сэкономлю если с этой книгой познакомлюсь вот я больше сэкономлю чем если я эти полторы тысячи вам не прошёл всё друзья время истекло мы с вами уходим на перерыв так сэкономлю 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 сэкономлю